Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Бассет Хаунд Это охотничья собака, и она держится с достоинством таковой Об этом говорит само ее имя В переводе с английского «хаунд» означает «гончая», а «баса» — «такса» — это лишь поверхностная характеристика Существует целый ряд видов коротконогих собак, которых называют таксами Их происхождение связано с врожденным уродством Есть два генетических заболевания, препятствующих развитию костей в длину Ахондроплазия и хондродистрофия Оба эти заболевания наследственные, они не влияют на продолжительность жизни, потому что здоровье собаки при этом не страдает Единственная проблема — это значительное уменьшение роста В природе это заболевание встречается достаточно редко Эта порода не могла возникнуть естественным путем Ее создал человек, отбирая для воспроизводства коротконогих собак Вероятно, это было сделано еще в древние времена Упоминания о таксообразных собаках встречаются в ассирийских, египетских и вавилонских источниках Возможно, там шла речь о случайных уродствах Но не исключено, что эти собаки уже были выведены путем селекции, потому что об их охотничьих качествах уже знали В средние века в Европе было выведено множество видов коротконогих собак В Германии была выведена таксо, приспособленная для выслеживания и убийства животных в их норах Во Франции, особенно в Ордене, предпочитали коротконогих собак большего размера От них требовалось, чтобы они были в состоянии идти по следу зверя среди густых и низких кустарников Типичны для этой местности Но собаке незачем было лезть в нору Охотник предпочитал добить зверя из ружья По этой же причине слишком маленькие собаки, способные затеряться среди травы, также были не нужны Вот такими были первые таксы, получившие распространение во всей Франции Но настоящий бум начался после революции, когда вследствие экономического кризиса дорогостоящая охота на лошадях сошла на нет В те времена получил распространение новый тип охоты Охотник шел пешком, поэтому коротконогие собаки были очень удобны для этой цели Поскольку за ними легко угнаться нормальным шагом В тот период таксы пользовались среди охотников большим успехом В 1863 году на первой собачьей выставке в Париже они были представлены широкой публике С появлением на арене такс ими заинтересовались англичане Но не как охотничьими, а как выставочными собаками Чтобы акцентировать их наиболее интересные физические характеристики, как, например, морщинистую кожу и очень длинные уши Таксу скрестили с французскими таксами, а также блюдхаундами и назвали полученную расу бассетхаунд Речь должна была идти прежде всего об охотничьей собаке Но эта собака никогда не теряла охотничьи жилки, которые развивали и закрепляли в ней на протяжении долгого времени французские охотники Привнесенная кровь блюдхаунда принесла в дар новой породе исключительный нюх Потому что блюдхаунд обладает самым тонким чутьем во всем собачьем мире Поэтому ее стали использовать для охоты даже англичане Прекрасным тому примером служит Уильям Шекспир, который так описывает своих охотничьих собак У них большие брыли, гладкая шерсть С головы свисают длинные уши, собирающие утреннюю росу Прямые ровные лапы, подобные башням Тезалии Их движения медлительные, а голоса гармоничные, точно колокольчики Если это не стандарт бассетхаунда, то близко к тому Сегодня бассетхаунд превратился в основном в комнатную собаку Что в Европе, что в Соединенных Штатах, где он еще более популярен В Европе, к сожалению, бытует мнение, что хорошая комнатная собака должна быть маленькой А бассетхаунда, несмотря на короткие лапы, маленьким не назовешь Но пусть эта собачка не миниатюрна Она обладает всеми качествами комнатной собаки Бассет чистоплотен, спокойный, сдержан Точно благовоспитанный взрослый человек Его вполне можно перепутать со статуей Не считая коротких лап, разница между маленькой неистовой таксой И степенным, молчаливым, важным бассетхаундом очень велика Тот, кто руководствуется при выборе комнатной собаки лишь размером Должен серьезно подумать Как мы говорили, бассетхаунд не забыл о своем охотничьем прошлом И в самом деле, он обожает поездки за город, где в нем просыпается инстинкт предков В этих случаях он тут же припадает носом к земле в поисках привлекательных запахов Если он что-то обнаружит, он становится слеп и глух И может не обращать внимания на все ваши попытки позвать его Это вовсе не означает, что он упрям Просто это гончая собака, которая должна полностью отдаваться поискам Для этой породы упрямство и упорство – это достоинства, а не недостатки Если нам нужна собака, которая живет в постоянном ожидании наших команд Готовая бросить все, заслышав наш голос Лучше забыть о гончих и купить немецкую овчарку Но если в деревне наш бассет может думать своей головой Дома необходимо приучить его считаться с хозяином Этого добиться нелегко, но возможно Прежде всего, в стае, как их предки волки Животные социальные, которые имеют тенденцию сбиваться в стае, как их предки волки Внутри стаи существует четкая иерархия И каждая собака должна знать свое место на этой иерархической лестнице Высшая ступень – это вожак стаи, которому все беспрекословно подчиняются В человеческой семье роли вожака соответствует хозяин Который должен показать, что он настоящий вожак, если хочет добиться послушания и уважения Если бассет считает хозяина недостойным роли вожака, он свергает его и берет эту роль на себя Как этого избежать? На самом деле, довольно просто Во-первых, настоящий вожак уделяет много времени своей собаке Он говорит с ней, гладит ее, но также воспитывает и руководит ею Во-вторых, настоящий вожак всегда спокойный и уверен в себе Хозяин, который сильно повышает голос, ругается, недостоин доверия, как вожак, и его не стоит слушаться В-третьих, настоящий вожак всегда последовательный, поэтому щенок, которому разрешили спать на постели хозяев, рассчитывает спать там до конца жизни Если, повзрослев, он начинает занимать половину кровати, это не его вина И прогнав его, вы потеряете значительную долю его уважения Быть хорошим вожаком нелегко Чтобы заслужить уважение бассета, надо немного потрудиться Прежде всего, надо начинать элементарное обучение собаке с первых месяцев Щенок более обучаем и управляем, чем взрослая собака Во-вторых, никогда не давайте себе разжаловить грустному взгляду собаки От природы уже таковому После брони жалость вызывают у собаки наибольшее осуждение Если резкие меры в отношении собаки не допускаются, это не значит, что ей надо все позволять Если вы разрешили щенку жевать простыню, думая, что он еще слишком мал, чтобы это понять Будучи взрослым, он сжует половину кровати Необходимо вмешаться, не ожидая, как себя поведет его мать Ее, а эта простыня, не волнует Надо сказать, что матери бассеты очень добры Это вполне соответствует данной пароде Они легко позволяют сесть с себя на голову О воспитании щенка должен заботиться хозяин Но не следуйте советам из тех книг, которые учат вас наказывать щенка, приподнимая его за шкирку У нашего друга столько кожи, что приподняв его за кожу, мы поднимем только ее Для щенка бассетхаунда единственное действенное наказание – это категоричное слово хозяина «нельзя» или «плохой», за которым следует шлепок Что же касается вожаков, как узнать, считает он нас таковыми или нет Поскольку это добрая и ласковая собака, она никогда не попытается наброситься на нас, а тем более показать зубы Однако, когда она уважает хозяина, это всегда заметно Предположим, собака сидит на диване, а хозяин решил заставить ее слезть Если в глазах собаки он не достоин роли вожака, он может цепь, проявляя немалейшего Бассетхаун будет сидеть как каменный, не проявляя немалейшего желания выполнять команды Главное оружие этой собаки – пассивное сопротивление А поскольку он может весить более 30 килограммов, то гораздо проще будет спуститься по иерархической лестнице К счастью, даже тот, кто не достоин роли вожака, не будет иметь из-за этого больших проблем У него не будет послушной собаки, но всегда будет хороший друг И потом, надо признать, когда он чувствует себя вожаком, его презрительные и обиженные гримасы на редкость комичны Обидеться невозможно не только на самого Бассетта, обидеться невозможно даже в его присутствии Достаточно взглянуть на него, чтобы вновь прийти в хорошее настроение даже в самые худшие дни Возможно, это и является одной из причин его успеха Самое приятное качество Бассеттаунда – это его добрый нрав Он всегда дружелюбен, никогда не проявляет агрессивность и любит практически всех Он ласков и терпелив с детьми, даже с самыми шумными и озорными Им он позволяет практически все Родителям приходится следить, как бы ребенок не навредил собаке, а не наоборот Поскольку этих собак разводили для групповой работы, Бассетт никогда не соперничает с другими собаками Хотя он немного расист, он сразу же признает Бассеттаунда и предпочитает его всем остальным собакам У Бассеттаунда не только физиономия добрая, это вообще добрая собака, которая легко может ужиться с любым человеком и животным Он ходит охотиться, это верно, но лишь потому, что не знает, чем это кончится Если бы ему объяснили, что животных, которых он выслеживает, убивают, возможно, он бы вышел в отставку А теперь взглянем на стандарт этой породы Описание морфологических качеств идеального Бассеттаунда Согласно стандарту, это коротконогая, довольно устойчивая, гармоничная, важного вида собака Желательно собирающаяся в складке кожи Голова куполовидная, с умеренно выраженным стопом и хорошо выраженным затылочным бугром Средней шириной на уровне лба и слегка суживающаяся к морде, но не конусообразная Длинии лба и морды почти параллельны Длина морды чуть больше половины длины головы На лбу и вокруг глаз морщины в умеренном количестве Но в любом случае кожа на голове лежит настолько свободна, что собирается глубокими складками, когда собака устремляется вперед или опускает голову Брыли значительно перекрывают нижние губы Мочка носа целиком черная, у светлых собак мочка может быть коричневой или светло-коричневой Ноздри большие, хорошо раскрытые Мочка носа слишком глубоко сидится над губами Глаза басата круглые, не слишком глубоко сидящие и не на выкате Темно-коричневые, а у светлых собак светло-коричневые Выражение глаз спокойное и серьезное Конъюнктива век видна, но не слишком Светлый или желтый глаз является серьезным порогом Уши низко посажены, чуть ниже линии глаз, длинные, свисают до края морды, правильной, но не слишком большой длины На протяжении всей своей длины уши узкие, скручиваются в трубку Очень мясистые, нежные и бархатистые на ощупь Зубы сильные, с идеальным ножницеобразным прикусом Представлены в полном наборе Шея мускулистая, высоко посаженная, умеренной длины Колка хорошо развита, но не слишком Лопатки с хорошим наклоном, плечи не тяжелые Передние лапы короткие, сильные, с мощным костяком Колени не повернуты ни внутрь, ни вовне Они находятся рядом с ребрами грудной клетки Предплечье в его верхней части слегка наклонено вовнутрь Но не мешает свободе движений И не заставляет задние лапы касаться друг друга При взгляде спереди Грудь прекрасно адаптируется к изгибу предплечья Предплечье покрытое складками кожи Туловище длинное и широкое на протяжении всей своей длины Грудь выдается вперед Грудная клетка не узкая, но они слишком широкие Бока округлые, но не выступающие Расширяющиеся по отношению к задней части Спина довольно длинная, ровная Холка и круп находятся приблизительно на одной высоте Хотя круп может быть слегка выпуклым Спина от холки до тазобедренных суставов не должна быть слишком длинной Задние лапы мускулистые, хорошей формы При взгляде сзади имеют бочкообразный постанов Тазобедренные суставы имеют хорошие углы сочленений Скакательные суставы низкие и слегка приподнятые к нижней части туловища Они не отведены ни внутрь, ни вовне Но перпендикулярны по отношению к туловищу Когда собака стоит прямо На лапах и скакательных суставах кожа может образовывать складки Кожа висит настолько свободно, что сзади скакательных суставов могут образовываться мешки Лапы массивные, округлой формы, на толстых подушечках Передние лапы могут быть как параллельного постава, так и слегка в размете Но в любом случае собака должна стоять ровно То есть вес должен равномерно распределяться на все подушечки Так что они одинаково отпечатывают Початки большой гончей Хвост высоко посажен, довольно длинный Толстый у оставания и постепенно суживающийся к концу С умеренно густым жестким волосом внизу Когда собака на ходу, хвост поднят вверх и саблевидно изогнут Он никогда не бывает сильно выпрямлен или закручен кольцом Движения очень важны для этой породы Они должны быть свободными и ритмичными С хорошим выносом передних лап и энергичными толчками задних Скакательные коленные суставы не должны быть ограничены в движениях А когти не должны цеплять за землю Шерсть короткая, жесткая и гладкая Не слишком тонкая Высота в холке 33-38 см Какова идеальная обстановка для бассетхаунда? Прежде всего, это домашняя обстановка, потому что он любит жить в семье Хотя не откажется иметь в своем распоряжении сад Если же сада нет, надо выводить его на прогулки как можно чаще Напоминаем, что бассетхаунд, как все низкие и удлиненные собаки Не должен много спускаться по ступеням, потому что он может повредить себе позвоночник Для щенка даже одна ступенька может показаться настоящей пропастью Взрослая собака быстро к ней привыкает Но напомним, что ей это вредно Короткие лапы и массивное туловище с признаками избыточного веса тяжеловаты для этого кобеля Который рискует взобраться наверх, чего-то не досчитавшись Поэтому он вынужден передвигаться крайне осторожно К сожалению, во многих домах собакам запрещено пользоваться лифтом Есть другой выход – вносить бассета на руках Но подниматься на верхний этаж с 30-килограммовой собакой на руках – не самое приятное занятие Выпущенный погулять на лужайку, бассетхаунд дает волю своих жизнерадостностей Особенно если он находится в компании других собак, с которыми он без конца может играть в охоту Этот расход энергии, очевидно, требует большого количества пищи, но не столько, сколько хотелось бы бассету Бассетхаунд обжора готов есть 24 часа в сутки Он проявляет интерес ко всему съедобному Крутится вокруг детей, чтобы получить карамель или шоколадку, которые ему очень вредны У него в запасе целый репертуар гримас, умирающего с голоду, который он демонстрирует каждый раз, когда ему хочется есть К сожалению, избыточный вес имеет отрицательные последствия для позвоночника и конечностей Поэтому следует обсудить диету с ветеринаром И вы не ошибетесь, если будете игнорировать умоляющие, бесстыдные взгляды Другой тип бассетхаунда, также очень распространенный, это хронический анорексик Ему ничего не нравится В весе, избыться практически от всякой пищи, не прибавляет в весе и заставляет хозяина сходить с ума от беспокойства Почему он это делает? Если визит к ветеринару исключает все проблемы физического характера, ответ прост Таким образом он добивается внимания С любым щенком время от времени бывает так, что по каким-то причинам ему не хочется есть Если в таких случаях хозяин забирает миску и предлагает ему ее на следующий день, ничего страшного не происходит Если же хозяин сует ему под нос лучшие куски окорока, умоляя его съесть хоть кусочек У него возникают определенные ассоциации Если я отказываюсь от еды, меня окружают заботой и лаской Чтобы избежать этого, следует всегда соблюдать жесткую линию Не хочешь есть? Ничего, завтра поешь и точка Пропущенный ужин, без сомнений, приносит меньше вреда, чем слишком мнительный хозяин Если вы решили приобрести щенка Бассет Хаунда, необходимо обратиться в хороший собаководческий клуб, признанный кинологической ассоциацией Правильно разводить эту собаку нелегко, и только опытный собаковод может подобрать вам хорошего и здорового щенка Двухмесячный Бассет Хаунд похож на очаровательную игрушку Так и хочется тискать его с утра до вечера Но на самом деле излишнее внимание и ласки оказывают отрицательное воздействие на характер собаки Поэтому лучше не перебарщивать Ухаживать за шерстью Бассет Хаунда очень просто Его короткая шерсть не требует особого ухода Единственные части тела, которые требуют ухода, это его уши и глаза Глаза необходимо чистить ежедневно ватной палочкой, смоченной в теплой воде Уши следует чистить изнутри ватой, смоченной детским маслом для новорожденных А потом водой с мылом моют ушную раковину и тут же вытирают Длинные уши Бассет Хаунда имеют не только эстетическую ценность Они имеют и функциональное значение Представляя себя своего рода естественную воронку Которая собирает с земли все запахи и приближает их к носу, не рассеивая К сожалению, они представляют из себя некоторые неудобства Собака может споткнуться о них, что выглядит очень комично И может также целиком опустить их в миску с едой Чтобы избежать этой проблемы, можно использовать более высокие миски Но если у вас дома есть только обычные миски, используйте их О Бассет Хаунде можно было бы сказать еще очень много Но рассказ все равно не был бы полным, потому что это особенная собака Как с точки зрения внешнего вида, так и с точки зрения характера Как хорошая гончая, она никогда не отступается от своих целей Как забавная игрушка, она каждый день придумывает новые развлечения Бассет Хаунда можно описать лишь частично, чтобы по-настоящему понять, что Дима пожить С ним непросто Эта собака не для всех, но он способен дать столько любви, что все должны ответить ему тем же Да, верно У этой собаки грустная физиономия Но если мы приглядимся к ней поближе, мир станет гораздо веселей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok